Итак, всем привет, с вами Дубгая. Продолжаем играть в ТНО за Кимеровское княжество. Теперь это наше, собственно говоря, Среднесибирское. Скоро будет Сибирское княжество, а я ощущаю. Кстати, войска у нас сейчас пускай доготовят свои окопы и будем уже нападать. В принципе, мы будем атаковать, так что, я думаю, можно не ждать финала окопов. Поехали, давайте не будем долго ждать. Начать вторжение. Наша готовность... А, еще месяц, смотрите-ка. Тогда чуть-чуть подождем. Восточные крепления как раз-таки будут развернуты. Давайте вы еще немножко пообучаетесь, да. Нас атаковали раньше, вау. Представляете? Ну-ка так, так. Что мы, соответственно, с этим сделаем? Да ничего особенного. Мы просто делаем вот так. И часть буржировщиков мы сделаем, пожалуй, вот так. Ну, опять же, да, ничего такого сверхъестественного. У нас здесь даже заставили отступить. Да, да, потому что я сразу авиацию там не держал. Ожидая, что я буду наступать. Что ж, удачи им. Удачи им, я могу сказать, только единственное. Потому что наша авиация их не пощадит вообще ни на минуту. Улетают они быстро. Кстати говоря, там ПВО хорошо работает. Либо наша авиация плохо работает. Тут два варианта. По ощущениям это все-таки именно их защита. Окей. В любом случае этого хватает, чтобы пробиться без, я полагаю, потери. Давайте посмотрим. Игра, пожалуйста. Спасибо. Да, потери небольшие весьма. Проходим мы вполне себе хорошо. Проблема была только вот здесь вот, когда у нас не было поддержки с воздуха сразу. Теперь можно вот это уже сюда переназначать. Авиация здесь летает. Ух. Ребята. Авиация там летает и происходит там просто нечто. Против нас отправляют бумажные самолетики, судя по всему. Ну, примерно. Можем еще сделать вот так, пожалуй. Потому что у нас есть на это все. И удачи им. С нами хоть как-то в воздухе бороться. Это невозможно. Еще у них здесь радар отобрали. И плюс авиабазу, которую я тоже заполняю опять-таки самолетами. И закидываю их еще сюда. Более того, ребята. Самое важное даже не то, что мы их дебафаем вот здесь вот, да. Или доносим урон здесь. У нас наземная поддержка. Плюс 32.6%. Благодаря воздуху. Ко всем статам. И я ее еще апну. Ну-ка. Кстати. Еще здесь можем апнуть, да. Поддержку. И вот здесь вот мы ее тоже апнем, когда дойдем вот до сюда. Я считаю, это, конечно, кайф. Ну, мы захватили иркутскую ГЭС. Плюс полезные бафы. Хоть они смертельно полезные. Но так. Да, здесь видите, форты и правда были. Сломанные уже. Проходим мы без особых проблем. Как я и говорил. Кстати, бафы. Уф, это просто шикарно. Конечно, да. На сападе парни тоже не медлят. И тоже начинают войну свою. Ну. Нормально. Здесь мы тоже подходим к вот этим бафам всем. Я так понимаю, вот эти бафы, это именно на войну в воздухе. А эти на бафы земли. И я думаю, нам надо бафать землю. Потому что с воздухом у нас и так вроде как все в порядке здесь. А здесь я даже не знаю. Я думаю, мы до туда не дойдем. Я, насколько помню, в этом моде не все страны могут повоевать. На западе там. И мы вроде не в их числе, но я не уверен. А если и будем, то там надо будет уже совсем все по-другому думать и готовить. И вот как я и ожидал, несмотря на то, что здесь вот я не прикрыл ничего. В этом нет необходимости, потому что дивизия здесь без снабжения. Кси говоря, вот этот модификат, индикатор. Очень так себе выглядит по сравнению с ванильным. Типа, я бы предпочел ванильный все же иметь. Запуск. Нет срам. Очень точным исследованием. Ага, военная сфера и шпионаж. Ага. Окей. Германия там все развивается потихоньку. Ну, пускай. Мы тоже неплохо развиваемся. Наша авиация на самом деле, блин. И реально страшно. А мы еще и... Теперь бафы на перехватчике получили. Минус 10% стоимости. И, кстати говоря, пресс-воздухе тоже нам важно. Потому что давайте посмотрим. Татиры 11%. Это с этими дебафами. Там еще от техов тоже дебафы. Но здесь вот 36 и 10. И, господи, авиация делает просто чудеса. Надо только не забывать ее докидывать чуть дальше. Да, у них, кстати говоря, как я и говорил, поезда кончились. И теперь с припасами много, где у них жесткие проблемы. Где-то не жесткие, а просто проблемы. Типа вот здесь. Хотя, нет, скорее вот здесь. Там, то вот там точно жесткие проблемы. Потому что без поездов припасы не доезжают. Есть у них еще машинки, но машинки мы тоже потихоньку выбамливаем. И, опять же, машинки имеют тоже ограниченное применение. А вот я и сделал наши общебоевые танки. Вот так вот они выглядят. Здесь куча разных модулей. Я не стал сильно думать, что лучше. Я просто взял более-менее хорошие. Поставил туда литую броню. Потому что мы все равно будем делать долго. Мы богатые. Можно авиацию немножко подсбросить. Нужно будет теперь делать БМП еще. Кроме того, тоже, пожалуй, здесь мы, наверное, будем заниматься именно противопехотными. Уроном. Видимо, нам вот это нужно. Тоже сейчас что-нибудь сделаю. Но у нас пока опыта нет. Поэтому вряд ли я смогу прям закончить. Но будем тоже делать. И потом делать дивизию. А мы тем временем улучшили здравоохранение. Ну, неплохой баф. Но я бы не сказал, что прям какой-то безумный. И пока я тут делал БМП, мы закончили войну. Багаданский упор захвачен. Добавно, что они капитулировали вот на этих позициях. А не вот здесь. Видимо, у них здесь была большая часть краски победных поинтов. И этого хватило. Багаданский упор захвачен. Конвой. Верфи бесполезны для нас. Вот здесь есть производство верфей. Но я бы сказал, что я вообще их не хотел бы иметь. Небось, еще будут деньги тратить. Не дай бог. Как говорится, да, так и есть. 0,94. Это мы флот какой-то захватили. Да, мы захватили флот. Я не вижу смысла иметь этот флот. Он только деньги у нас тратит. Так, господи, что они здесь делали? Вот кнопка. Флот мы просто-напросто распустим. Не дай бог еще на это деньги тратить. И теперь все наши армии переводим на западную границу. Будем готовиться здесь воевать. Вот у нас кнопочки интеграции. Давайте-ка их себе нажмем. У нас куча политки. Мы можем не жалеть ее. Подготовка Сибири промышленного центра все еще идет. Объединение Сибири есть. Так, что у нас здесь за кнопки еще? Всю западную Сибирь. К объединительной войне. О, господи. Два года теперь сидеть просто и чисто чилить. Черт, это скучно. А века там, кстати говоря, у нас ежегодные 100 миллионов. Давайте-ка подумаем над этим. Ага. У нас еще здесь кнопки. И давайте сейчас все будем изучать. Ну да, пойдем мы вот этим фокусом. Давайте сразу, знаете, что мы сделаем. Запустим. Больше обучаться дивизии. Давайте сделаем так-так. Их тут деплоим. И... Ну-ка. Делаем так. Делаем вот так, пожалуй. И вот это все распускаем, потому что нам нужны деньги. А воевать мы будем, хрен знает когда, через два года. Ну, технически полтора. Ну, все еще. Мы успеем вот это все обучить. И этим будем воевать нормально. Как бы нам сильно много дивизий не нужно. Там, да, есть некоторое количество дивизий, но... Мы успеем додеплоить все нужное. Тут еще некоторые проблемы у нас в постройке. Ну, поэтому и починиться потихоньку все. И давайте уже военную экономику и зарабатывать какие-то деньги. Как-то долго выплачивать. Смотрите-ка, немецкий саботаж. Ничего себе. Ну-ка, сложить динамит. Просто ВП будет понижен. Прессиональность... Что такое делаете? Немцы. Осуждаем. У меня все еще есть военные расходы, хотя у меня нету армии. Весело. Это не окр. И закупки... Закупки чего? Неизвестно. Мы импортируем потребительские товары, я вижу. Мы импортируем резину. Определенно будущее. А нахрена? Смотрите, мы экспортируем. Ладно, экспортировать можно. Все, извините, не то посмотрел. Экспортировать, пожалуйста. Тут как бы... Я только за. Если бы нас хоть что-то покупали. Ну ладно, мы нормально стабилизировали экономику. Профицит есть. Раз вводе по-небольшой, но он есть. Долг будет потихоньку сейчас падать. Нужно только понять, что нам нужно сейчас, чтобы экономику подкачать. Вот я так подозреваю, нам надо вот сюда пройти. Вот это вот нам ничего не дает особо. Здесь тоже не сильно много. Вот это есть, кстати говоря. Ну давайте, друзья, в сфере посмотрим. Может нам там в Токио что-нибудь дадут. Полезное. Но конвои у нас будут окей. Так, пропасть. Ага, ага. Про Юрия там. Я понял. Вот так я надеюсь, он не придаст нас, но уже вроде мог бы раньше. Ну окей. Как сказать, опять скоро свернем. И... Да. Пойдем сюда. Потом давайте сюда. Посмотрим тоже здесь, что у нас есть. Всякие эффективности. Опять-таки эффективности. Эффективности. Эффективность здесь. Рост ВП только вот здесь вот. Трудовые отношения. Либо минус бабки. Не, ребята. Ну мы, конечно же, получим плюс ВП. И причем сразу после Японии. Я надеюсь, Япония что-то нам даст. У нас улучшился кредитный рейтинг. Представляете? Средний теперь. Вау. Это дает нам небольшой еще дополнительный потолок. Что приятно. И... Но... На самом деле. Прямо сейчас это нам ничего не дает. Кроме этого потолка. Вроде как. Вроде как. Опять же. Но... Профицит... А нет, слушайте. У нас теперь рост ВП уменьшился. Так что даже чуть-чуть, я бы сказал... Чуть плохо. Так, подняли войско элитных. Без разницы кого. Войско элитных отправляется обратно. Нам нужны деньги. Нормально. Профицит есть. 0,54. Доходы, кстати говоря, растут. Потому что ВВП растет. Следовательно... О. И... Рост ВП. Откатился обратно. Нормальные цифры. Долг будет падать. А еще я делаю огнеметные средние танки. Тоже будут они у нас в дивизиях наших будущих танковых. Единственное, опыта не хватает по жести. Наземного. Ну, тут ничего особо не поделаешь. Как растет, так растет. Тут... Да. Тут ничего не сделать. Мы сделали новые тактические бомбардировщики. Кстати говоря. Давайте-ка их тоже поставим на производство. И займемся те же самыми перехватчиками. Вот мы исследования подкачали. Тоже приятно. Хоть и слушайте здесь не сильно. Хотя годовой рост ВВП плюс 1% это всегда приятно. А на западе уже готова фракция с кем мы будем воевать. Вот она. Благо я примерно угадал, кто это будет. И поэтому у нас уже наполовину она дешифрована. Я думаю, к войне мы ее дешифруем полностью. И смотрите-ка. Китай модернизирован. Китай, я думаю, потихоньку сейчас перевооружится. Сделает сигаретную армию. И грохнет Японию. Либо умрет пытаясь. Посмотрим. А мы же прям очень солидно так экономики растаем. И, кстати говоря, опять дефицит. Потому что налоги у нас прошли. Снова делаем высокие налоги. И долг падает. Причем именно фактически долг, а не только КВВП. И я этим очень доволен. И подходит уже война. Потихоньку уже февраль. Мы смогли немножко сэкономить. Давайте же задеплоим хотя бы вот этих. Да. Ага, больше мы и не можем. Нет, можем. Посмотрите-ка. Вот так вот мы можем задеплой. Давайте это сделаем вот так. И пускай будут запасы вот такие вот. И остальное все мы вот сюда. Точнее вот это все мы сюда. И ждем пока у нас это будет обучено. Плюс здесь в Скайне сразу же тренируются. Чтобы они вернулись к боевой форме. К началу теоретической войны. И вот мы начинаем производить БМП. Не знаю, сколько мы успеем сделать к войне. Давайте у нас на дивизию. Так. А к губернаторам Чукотки. Управляется Юрий. Так сказать, подальше. А у нас еще квалификация рабочих подросла. Опять-таки плюс. И еще ВВП будет от этого расти. Дополнительно, я думаю, мы сможем больше печатать из-за этого. Это очень позитивно. Обочина. Кстати говоря, у нас еще и подсчитать мелочь тоже есть. Тоже классная тема. С инфляцией бороться. И вот, да. Брат вылетает на Чукотку. Слушайте, мы его изгоняем. Но в армии он все еще, да? Да. Он все еще генерал. Это самое важное. В этой экономии можем еще позволить себе нажать. Разочек. У нас уже дефицит. Но это мы им и миссию не делаем. А смотрите-ка, эмиссию полную мы делать и не можем себе позволить. А видите, мы ее слишком большое делаем. Насовы перестают расти. Давайте вот так сделаем. В принципе, мы такой раз долго можем себе позволить. У нас тут во дворце мужская дружба произошла. В дружине. Будем надеяться, что люди об этом не узнают. И вот мы доходим до современной Ольги. Последнего... А нет, ладно, не последнего фокуса. Немножко обманул я вас. Вот здесь еще фокусы на ядерную программу. Посмотрим тоже, к чему это приведет. Просто здесь куча расходов. Поэтому я это отложил немножко на потом. Так, экономии все нажимаем. Потому что мы в дефиците сидим. Потому что если мы не будем сидить в дефиците, то у нас будет слишком маленькая армия в будущем. Нам все-таки надо ее иметь. Ну, хотя бы... Хотя бы чуть меньше них. Но не сильно. Чтобы хотя бы фронт закрыть. Примерно. Итак, я так полагаю, что Рюджик скоро это от того. Потому что у него проблемы со здоровьем, судя по всему. И людей придет к власти, судя по всему, опять же. А вот и наш проект Кладенец. Как раз таки ядерная программа. И давайте-ка подумаем, что здесь нам нужно будет понажимать. Кучу кнопок нам нужно будет нажимать. Месячный прирост. Давайте займемся вот этим, чтобы был месячный прирост. А не только теоретическая разработка. Но в целом я поздравляю, что мне нужно все. Поэтому давайте не экономить. А гуляем, так сказать, на полную. Все-таки мы долго можем растить. Это еще очень солидно. Только надо немножко эмиссию уменьшить. По той простой причине, что мы можем скоро... Да, у нас уже реально отрицательный рост. Нам бы все-таки расти вверх все еще. Хоть и небольшими шажочками, но расти. Так что давайте-ка чуть-чуть эмиссию снизим. Это у нас долг будет увеличивать. Но что поделать. Все-таки скоро война. И шпионов вот сюда перебрасываем. Мы полностью дешифровали их. Осталось только шпионам еще набрать там сеть. Они, кстати говоря, в первую очередь делали атом. Ну, окей. И я думаю, пора поддеплоить еще вот эту часть дивизии тоже. Все-таки тут уже фронт побольше. Я поздравляю, что все равно нам будет несложно пробиваться с нашей авиацией. Но, тем не менее. Самое главное, еще я хочу побольше дружины нашей. Точнее, наших вот этих дивизий с элитной пехотой поддеплоить. Так что давайте-ка сделаем вот так. И, пожалуй, еще вот так тоже. На севере тоже будем пробовать наступать. Если сейчас там снабжение, все будет, конечно, нормально. Если снабжение нас там подведет, то я, пожалуй, уйду войска. Ну, как и похоже, тут так себе. Хотя вот здесь вот нормально. Вот здесь вот только некоторая проблема есть. Да. Возможно, мне стоит хотя бы вот так сделать. И это типа поможет. Хотя бы частично. Пускай будет... Там мы садимся как раз с их инфраструктурой, да? Нормально. Вряд ли это сильно поможет. Но посмотрим. Если хотя бы они будут красными, они, то можно так и оставить будет. А вот и повышение административной эффективности. Подъехал тоже. Тоже приятно все это видеть. А мы тут еще можем подключать себе вот эти бафы. Я тут артиллерию новую исследовал. Бахнем здесь новую артиллерию. И бахнем дополнительные бафы к урону артиллерии. Потому что артиллерии у нас в девятих много. Оба, наверное, нефтяный кризис с тем временем начинается. Ну, это окей. А мы по-сегодня последуем нашу ядерную бомбу. Сделали мы уже наши рудники. Фонды подняли. Думаем, еще где-то может нам покупать надо будет. О, фондовая биржа. Обвалилась. Германия. Эх, вот он, нефтяной кризис. Германия все никак не может окончательно стать на ноги. Только она поднимается и ее кто-то сверху бьет. Я как бы не хочу ничего такого сказать. Но, ребята, вы там пользуетесь вот по нефти думаете, да? Я хочу сказать, что у нас нефти просто, ну, жопой жуй. И еще как бы ну другу хватит. 400 нефти. Я не думаю, что здесь где-то прям слишком много нефти. Здесь у них меньше нефти, чем у нас. Мне бы хотелось еще посмотреть. Блин, не можем так, да, посмотреть, сколько кто экспортирует. У нас, кстати говоря, эмбарго в Бругунтию забавно. Хотя я ничего не выставлял. И да, нефть у нас куча. Мы готовы поделиться за деньги. Только покупайте, как и любые другие ресурсы. Но, видите, никто не покупает. Покупают у нас сталь немножко и резину. Ну, я на том спасибо. И вот оно в погоне за солнцем. Переходим на последний фокус. Слушайте, ну, теоретическая разработка у нас скоро завершится. Как раз, я думаю, примерно после этого фокуса. Я не знаю вообще, успеем мы сделать это или нет. Но было бы, наверное, неплохо. Потому что ядерное оружие все-таки хорошее средство сдерживания. Я только что понял невероятную истину. Потому что БМП тоже считаются танками. И РКС у них нихрена нету. Мне нужны были БТРки, а не БМП, которые я сделал. Эх, это неприятно. Но что поделать? Ладно, пускай у нас не будут пока моторки. Потому что они не будут стоить опыта. У нас опыта просто... У нас самая главная проблема — это опыт, видите? У нас уже не хватает. Как бы... Давайте уже так и быть сделаем как-то вот так. На данное время. Но надо бы, конечно, улучшить это. У этого, кстати говоря, хорошая броня. 766. Давайте посмотрим, на что-то эти, видимо, будут ли их пробить. Ммм, да. Да, ладно, это броня — это какая-то пыль. Здесь 160 пробития. Можно готовиться уже к объединительной войне. Давайте так и сделаем. Решительный бой. Да. И ну-ка, ну, опять же, здесь мы нажимаем, я так понимаю, все. Так что нажимаем. И да, получается, я просто так потерял опыт. Потому что, ну, танки здесь не настолько сильнее моих вот этих дивизий. Так что это все пыль. Я потерял просто где-то, ну, не знаю, сотку опыта. Лишнюю доктрину не вкачаю. Неприятно, но я не вижу, чтобы это было смертельно опасно. А мне так вот это, наверное, нужно здесь. Остальное все здесь плюс-минус были. Хотя вот эти еще, допустим, можно взять. Ладно, тогда забьем на все это. И будем делать огнеметные танки. Сделаем нашу дивизию здесь вот с огнеметными танками. Это даст нам дохрена бафов. Ну и статов тоже очень солидно так. А, зато можно сделать разведку из БМП, кстати говоря. И давайте так и оставим. Хорошо, мне это устроит. БМП у нас будет в разведке. Мы переходим в следующую фазу разработки бомбы. И, конечно же, нажимаем все кнопки. Единственное, что мне очень не нравится, у нас безумно растут долги. И БМП сейчас под инфляцией может начать падать. Нужно побыстрее воевать. И восстанавливать экономику. О, Сибирская восприимчивость к объединению на 10. А мне это вообще нужно? Я думаю, нет. В целом, мы захватим вот эту провинцию. И здесь сразу будет пункт снабжения, так что нормально. Нам только нужно будет побыстрее это сделать. Я думаю, мы это осилим вполне. И тут кончилась военная экономия. Ну-ка, игра, сохраняйся побыстрее. Давайте опять-таки нажимаем вот эти кнопки. Экономика у нас в дребезги летит. Но нам главное успеть отвоевать. И война, вот она уже вот-вот готова. Буквально парочку еще штук должно быть готово. Итак, у нас получилось 12 вот этих дивизий. Слазис только апнуть разведку. Вот так они готовы. И наша экономика тоже готова. И мы готовы к удару по России. Так что давайте прекращаем тренировки. Все на месте. Все готовы. Время, собственно говоря, наступать. Потому что они сейчас сидят, горят на том, что мы не хотим, чтобы, ну, они горели. Захватимся сургут. И, собственно говоря, мы будем готовы. Осталось только разведку БМП поставить. Можно разведку ОБТ, кстати говоря, поставить. Но я не вижу такой сильно большой разницы по статам. Только броня чуть побольше. Ну и чуть-чуть буквально больше стады. Но броня это пыль. Хотя 52 брони. Вдруг у них нету противотанковых орудий, да. Тогда они все равно будут пробивать, господи. Это пыль. Разведка БМП. Да, поехала. Мы готовы. Нам впервые даже объявили войну. Мы из-за этого, смотрите-ка, в некоторой защите находимся временно. Но это временно. Ну-ка, войска наши, да, переходят в наступление. Самое главное сургут, пожалуйста, звоните побыстрее. А не берут. Ну, я думаю, продолжим мы этого и на следующей серии. С вами, ребята, был Дублей. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok